Недалеко от остановки посёлок имени Горького молодой автолюбитель на Сузуке Свифт столкнулся лоб в лоб с водителем Хонды Эдикс, двигаясь по полосе встречного движения. В результате столкновения оказалась повреждена ещё одна иномарка, припаркованная у обочины – Тойота Королла. Люди в аварии не пострадали чудом. Водитель Свифта двигался в сторону восточного шоссе с друзьями по чужой половине дороги. На пересечении с улицей Новый горожанин нос к носу встретился с 41-летним владельцем красной машины. Этот мужчина ехал с семьёй, женой, двумя детьми и их бабушкой. Автомобилисту с 18-летним дорожным стажем нужно было свернуть налево, встретить на своём пути. Оппонента хабаровчанин совершенно не рассчитывал. Пассажир белого хэтчбека рассказывал о ДТП без сожалений и искренне не понимал, отчего растерялся старший из автомобилистов. Вообще, по идее, они ехали в сторону тополю. Поворачивали в тополю, поворачивали в тополю. Ну, и всё. А потом выехали резко на нас. А вы ехали повстречной. Как так вышло, что на нас? Эй, ты без понятия растерялся водитель, наверное, я не знаю. Растеряться даже опытному водителю было из-за чего. Столкновение записал регистратор, установленный в автомобиле очевидца. На этом файле видно, как лихач обгоняет целый ряд машин и на высокой скорости идёт курсом на столкновение. Перед ударом водители пытаются отвернуть в разные стороны, но разъехаться попросту не успевают. Хэтчбек отбросило на пустую короллу, оставленную хозяином у обочины. Люди в ДТП чудом не получили опасных травм благодаря ремням и подушкам безопасности. Семейная пара, ехавшая в Хонде, отправила детей и бабушку домой на такси. Автоинспектором юноша, управлявший Свифтом, сходу заявил о своей невиновности, чем изрядно их удивил. С места происшествия Валентин Борозняк, Юлия Зима и Андрей Алферов. Субтитры создавал DimaTorzok